здравствуйте дорогие товарищи сегодня мы поиграем вархаммер вермин тайт 2 или вермин тит вы главное не путайте вархаммер и вархаммер 40000 что вархаммер это изначальная система фэнтезийная которая уступила в популярности своему последователю вархаммеру 40000 в котором человечество на 40 веку своего существования или как-то сороковом тысячелетии своего существования сражается с теми же или около того фэнтезийными расами которые присутствовали вархаммер обычно фанат конечно пытается все это совместить в одном мире аля что ну такой редко он сделать что вархаммер это теперь мир вархаммера это планета находящаяся где-то глубоко в варпе мир вархаммер 40 тысяч до которого не могут добраться там никто из человечества или еще чего там где древние собирают все расы до известной галактики но это все домыслы и нам абсолютно не важно нам важна именно кооперативная составляющая этой игры то есть что у нас такой вархаммер верминтид изначально это был просто вархаммеровский аналог left for dead причем многое совпадало вплоть до мелочей но конечно у них там были свои фишечки из того что ты мог добавлять мог выбирать оружие непосредственно из меню выбора персонажей скажем так там оружие распределялось там был какая-то казино потому что ты получал с этим оружием и в общем то я прошел первую часть удовольствие не получил но как бы не настолько много насколько про эту игру рассказывали а вот когда я добавился во вторую часть начал играть во вторую часть вот тут весь весь фан и пришел ладно давайте начнем с пролога как полагается так 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 я беру плотатка как полагается с пролога как полагается и все это и все эти слова могут быть исключены там битва и леви не понимают что они невозможно и не нужны как полагается в обеще и леви не выбирают это чудо и клеви не Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 всех немножко отличается стиле прохождения но об этом поговорим чуть попозже так что тут такое надо сделать зачем ты сюда пришел правильно а там наверно что-то нажать нужно я не знаю а я и не знал да вот заговорился нет все все так как есть так как ездит а вот сюда идем идем сюда идем сюда так или что-то и туплю все хорошо это и не допрыгну потому что ты бак нашел кто этот проволок проходит в конце концов так короче давайте по основам игры игра нацелена на то чтобы вы поскольку это все-таки фэнтези такой средневековый не средневековая эпоха возрождения я окорная баба и что я такое делаю да блин так я так надеялся пройти без умрешь сволочь без повреждения ну ладно заговорился короче игра полностью милишная все вот это вот оружие которое на второе она абсолютно но не но дополнительное всего лишь из него ты сможешь убить всего пару врагов но врагов гораздо гораздо больше это значит что всю основную все основное действие будет происходить с помощью милишки и милишка здесь очень хорошо проработано у нас есть обычная атака но при этом она отлично отличается в зависимости от того как вы зажимаете может зажимаете кнопку а может быть вы двигаетесь в бок и и от этого действие оружие немножечко меняется как в left for dead на вторую кнопку у нас отброс ну то есть не совсем отброс у нас защита причем защиту можно отбрасывать защита отбрасывает если вы зажмете на правую кнопку на левую кнопку мыши были но тут имеется выносливость которая заставляет вас как-то регулирует все это и вот когда у вас все эти щиты уменьшится то получится так что вам по вам будут вас будут пробивать по вам будут пробивать у некоторых оружие есть еще спешил атака но она но она не везде и как-то так не очень удобно придумано получается у нас есть и прицеливание и там какое-то спешил действие в общем то немножко перегружено в некоторых случаях хотя хотя и прикольно вот что есть возможность в целом такое делать вот так так теперь вот у нас павший товарищ при этом лучше всего вначале включать блок а потом его подымать потому что если вы не поставите блок вас будут пробивать что-то 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 ath that's what I'm doing I'll cut you up check in your sweet time huh thanks to the trick thanks Fungi now try that leader over there we're ready to kill you away out of here it's about getting to you I'm going to get you to come watch her yeah what's that ha you were a new Democrate И, говоря про защиту, надо понимать, что... О, эльфа. Эльфийка. Говорят, что у нее романс с Грубером. Но это, как обычно, досужие домысли. Домыслы от фанатов, которые зацепили за пару фраз, сказанных между персонажами. И на этом построили целую теорию. Какой у меня деревянный, да? Вот. Лечебный отвар. То есть, мы пользовались аптечкой. Но тут есть два вида аптечек. Есть аптечка-аптечка, которая либо на себя, либо на своего товарища. И есть лечебный отвар, который гораздо быстрее пьется. И его можно только передать. То есть, если у Кириллиана, например, у Бардина уже занят слот с аптечкой, то вы не сможете использовать. А это может быть критически, если, например, они несут какой-нибудь полусюжетный предмет. Так же есть три типа зелий. То есть, это на четверочку. На четвертую кнопку. Это зелия концентрации, увеличивающие скорость восстановления спешл навыка. Зелия силы, которая увеличивает, собственно, силу удара. И зелия скорости, которая дает возможность быстрее бегать. Периодически выбрасываются боеприпасы. Ну, Бардин как-то очень быстро всех делал уже. Ну, и, конечно, бомбы. Бомбы есть двух типов. Это огненные, площадные. И бомбы... Просто бомбы. Так, что там у нас? Три. Вот, видите, дал боту. И она сразу же использовала. Так и рекомендуется в игре делать, что даже если у вас низкий уровень здоровья, только если вас не ожидает там какой-нибудь... трудный бой, или у вас слишком много всех этих зелий, то надо... не надо торопиться с использованием. Потому что, если вас... уронят на землю, а потом товарищи, добрые товарищи подымут все-таки, то... то лучше, если у вас будет дополнительная бутылька и аптечка в этот момент, когда вас подымут, потому что у вас не будет... То есть, у вас... Если вас еще раз уронят, то у вас... Все, вас будут потом спасать из какого-нибудь чулана. И я не знаю, что вы получили сегодня, дорогие. Не после этого. То есть, здесь только один раз можно упасть. До использования аптечки, например, в этом... World War... Фу-то, блин. ВВЗ. Это где-то раза 4. Бэкфоблад, я не помню, тоже где-то раза 3. Но тут... Чуть... По-хардкорнее, только один раз. Ну, это, собственно... Приучает к осторожности. И... Что я не сказал про щиты, что... Как-то не крути. Все равно нужно... Не нужно рассчитывать на то, что у вас постоянно будет защита. Любой крупный враг снимет вас, эту защиту. И... Что вы будете делать, если вы не будете двигаться? Так что здесь движение это... Это... Жизнь. И то, что уклонение показывали, которое на... Там... Что-то... Стрелка и пробел. Которое у меня на пробел... То есть, на шифт и стрелка. Потому что мне это привычнее и удобнее. То оно... Реально спасает. Потому что лучше уклониться от удара, сохранить эту выносливость. Нежели... Как-то... Сдохнуть. В общем-то, так будет заканчиваться любая миссия. Приезжая... Прибегая к этому камню. Ну, а теперь давайте поиграем на что-нибудь. Это наш огромный хаб. В котором... Я не буду проводить экскурсию. Потому что... Здесь много чего. Там где-то на втором этаже наши трофеи. За прохождение кампании. Там есть... Места, где... Живут все герои. Тоже интересно поисследовать. Можно... За прохождение миссий получать картины. И... Развешивать их на... Заранее определенных местах. И... Наконец там... Из того, что реально стоит знать. Что тут у нас есть лонар. Которую... Которую... Которую можно получить какую-нибудь фигню. Которую... 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 Есть... Недавно добавленный... Рогалик... Путешествие по пустошам хаоса. Есть, собственно, миссии... Которую... 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 Волнорез... Ну... Где вы выходите на площадь и... Справляетесь... С... Набегающими... На караван... Товарищами. Я так и не прошел ее. Я вот хотел на... Легенде пройти. Ну как бы... Для... Собственного ЧСВ. Что-то... Что-то не получалось. Вот. Лобби... У нас здесь правильное. Здесь показывается, что есть. Но если очень хочется, то можно всегда... Выбрать... Какое-нибудь другое задание. То есть... Основная кампания... Это то, что вы чаще все будете проходить. Она состоит из 13 миссий. Вот... Три... Миссии на прохождение. Плюс... Прохождение с боссом. Вот 4 лорда тут. Которых надо уничтожить. Причем вот это вот... Призыв распада и гниющая почва. Это самые злостные миссии. Из... Которые посложнее, чем... Даже миссии с лордами. Особенно призыв распада. Гниющая почва еще ладно. Там... Если... Нормальная команда... Привык... Ну как бы... Все знают, что делают. То это легко делается. Тут... Даже если знаешь, что делать. Все равно можно... Крупно обломаться. Поэтому я... Проходил ее на самый последний раз. Так... Кем я тут проходил, кстати... Катаклизм? За Сиену, что ли? Точно. Интересно. Так... Некоторые миссии были добавлены из... В ДЛЦ. Это миссии из первой игры. Немножко переделанные. Вот. Но в принципе то же самое. Плюс... Дополнительные фишечки. Вот. Я хотел ее проходить. Но... Они более сложные, нежели... Оригинальная кампания. Это предательское приключение. Путь предательства и башня предательства. Она... Есть подозрение, что... Ну, это недавно добавили, во-первых. Во-вторых, есть подозрение, что... Ввиду того, что здесь привязана сестра Сиена Фугоенаса. Это нашей огненной магички. Ввиду того, что она привязана сюжетно к этому. Это будет какая-то завязка на четвертую карьеру Сиены. Сейчас мы посмотрим на карьеру. Сейчас разберемся. Бефенгаг... Беген... Бегенхаффен. Господи, на названии, конечно. Он две миссии... Еще три миссии из старого... Верментида. И... Ветромагии, где представили зверолюдей. И... Ветромагии, собственно. Это отдельный режим, который не так сильно уши пошел. У Нарона. В отличии от пустоши магии. Вот. Так. Где у нас там персонажи, выбор героя. Как я уже говорил, у нас всего пять персонажей. Но у них есть четыре профессии. То есть стандартная и дополнительная. В игре это объясняется как-то не объясняется. Это словно параллельные течения Дзинча. Которые путают восприятие реальности. И вот у нас, типа... Бардин, допустим, он же и железолом и этот самый... И... Как же его называть? Мститель и стрелок. Вот. А тут же у нас и Виктор Сальтпайр, который... Вступил в орден воина-жреца. И он же стал там охотником за головами. В общем, какая-то такая штука. Ну и я очень сильно жду последней профессии Сиена Фуга и нас. Потому что из всех пятерых мне как-то больше ей понравилось играть. Такая огненная бабенка. Горячая штучка. Особенно вот эта. Вызволенная. Просто такой... Ком нервов и... Обжигающие страсти. Да. Ну что же. Так. По профессиям тут... Они разделены, в общем-то, по достаточно стандартным вещам. Где-то есть там... Чистые милишные твари. Где-то есть более стрелковые твари. Вот. Кто-то скрывается, кто-то пробивает, кто-то больно бьет. И, в общем-то, все это в разных сочетаниях собирается по профессии. Например, у нас есть этот Крубер, который полный милишник. Этот полный милишник и этот полный милишник. Вот. Со стрелком Кириллион не очень получилось. Но, в общем-то, можно сказать, что у нее тоже есть возможность быть полным милишником. Если она выберет... Ну, то есть, хотя бы на уровне, если она выберет копье, которое позволяет точно так же бить в ближнем бою. Не только кидать. Вот. Я подозреваю, что у Сиены будет какой-то такой же полная милишная профессия. Вот. Плюс, она будет ослеплять там людей каких-нибудь. Ну, отталкивать или что-нибудь в этом роде. Посмотрим. На данный момент я играю DLC-шной профессией. Мартином Гориксоном, Rogue Engineer из Гойда. И... Я им играю, потому что мне надо там закончить настрелять еще тысячу другую тварей. Помимо того, что вы будете зарабатывать 35 уровней... О, 35 уровней для того, чтобы полностью развить профессию и как-то так усилить свои персонажа для последних уровней сложностей. Ну и, в общем, натренироваться как-то им играть в целом. У вас будет возможность выбрать самое различное снаряжение. Вот. Первичное, вторичное оружие и дальше усилители. Вот. Как видим, здесь такие самые разные возможности. Вот. Почему здесь красная, а здесь коричневая вещь? Потому что у нас есть несколько градаций редкости вещей. То есть, это то, что мы... Вот такая самая обычная вещь. Она с силой 5, да? Тут 300, да? Видите разницу? Потому что у нас есть градация вещей. И вот... Самый обычный предмет, потом... Серенький предмет, более сильный, зелененький, с дополнительной характеристикой. Потом синенький предмет, с двумя характеристиками. Наконец, коричневенький предмет, с двумя характеристиками и с трейтом, так сказать. Как это назвать? С какой-нибудь спецификацией. Например, здесь у нас вывод из равновесия. Ну... Их можно... Может быть, куча всяких других трейдов. И это можно перебрасывать там через какого-нибудь... Через какую-то другую... Вот. В новом меню сделали так. Вот раньше это нужно было делать через вот эти вот... Как бы кузницу. Ну, стало проще, конечно же. Так... Так, 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 так... Когда вы натренируете всех своих героев, причем не надо всеми набирать 35 уровней, надо всего лишь каждому из персонажей набрать 35 уровней. А дальше вот эти профессии открываются по мере... По мере того, как вы становитесь матерыми. То есть, где-то на 15 уровне и что-то такое. Вот. И, собственно... Там же вы можете... Так... Выбор снаряжения, допустим. Вот. Допустим, я хочу... Так же ж можно или нельзя? Ага. Ага. Ага... Ага. разве что только непосредственно вооружение прокачивать вот эти вот красные вещички которые можно получить если вам выпадет что-то на уровне легендой или катаклизм но без этого у вас будут различные ачивочки которые вы должны будете выполнить ну как не должны это просто ваше решение хотите ли вы выполнять все это или не хотите и по мне это довольно любопытно разве что мне не очень понравилось все эти испытания которые добавили в для профессии на делце они абсолютно отличаются от того что от оригинальных профессий от ванильных профессий и от испытания для ванильных профессий и из-за этого кажется что что-то гейм-дизайнера этом перемудрили честно говоря например когда тебе нужно настрелять бардином гориксоном тысячу тысячу голов или тому накидать тысячу метательными топорами персонажа это сидит врагов то это что-то у тебя как-то кажется что люди там переигрались и пытаются выжать из сложности игры больше чем нужно но в любом случае длц не обязательно и никто вас этого не заставляет просто мне кажется не очень здорово что они такое придумали ладушки давайте сыграем еще одну каточку вот кстати это прикольная фишка что они сделали что игра теперь балуется с погодными условиями и у вас тут и дождь и снег может быть и гроза и совершенно необязательно что там карта может быть рассчитана только на определенная погода на определенную погоду это очень классное дополнение и сильно разноображивает по крайней мере визуальной часть игры но по геймплею по моему тут и так все уже достаточно прикольно так что-то у нас я играю на сложности легенда потому что только на легенде выдают какие-то хорошие вещички так компания 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 логово заклинателя не отдавайте поближе кого-нибудь я не хочу чтобы меня выкинула чертям поляки немцы это кто такие болгары что ли давай здесь попробуем пройти родные места или здесь давай к немцам лобби есть активное деяние пробуем здесь тогда присоединиться здесь у них нету активного деяния так лучше сразу нажимать enter чтобы просыпаться в игре с активным блоком может быть такое что вы зареспаунились а тут сразу какая-то битва идет так ты меня попа ударит что это за а и тварь какая вот эти ваншотеры это личное изобретение отличный запретение live for dead вот как она заставляет тебя присутствовать рядом с другими товарищами с даже на низких уровнях сложности ты не сможешь так пройти всю игру в одиночку хотя есть конечно умельцы которые там пытаются это делать ой ой да я иду иду не это самое бегу-бегу спасибо 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 так надо прокачать эту ну что я хочу сказать что что для ачивок требуется реальная болель не знаю пау пау для ачивок требуется выполненная миссия несмотря на то что вы получите опыт ну и какой то сундучок за опыт тем не менее тут присутствует горечь от поражения ну не то как в этом самом в пайке но тем не менее так я отстал но в пайке там вообще ничего не дает если ты проиграл я не помню вообще что давали то есть очень обидно проигрывать особенно если ты провел в игре порядка часа там пытаясь избиваться от ментов ну или там как это правильно назвать политик или коррект а то есть мы 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 в а в а в а а в и а никому не нужно так ёкар на бабай сволочь какая еще мне нравится в этой игре то что есть отличное звуковое сопровождение то есть ты по звуку просто можешь понять если в тебя летит какой-нибудь и тебе срочно нужно там при прижать кнопочку чтобы защититься извините конечно да ёкар на бабай двари блин обошли блин чуть-чуть по чуть-чуть вот это очень важно держать правильно эту самую так куда сюда сами сюда подойдите у нас тут крысы крысятульки ой походу там кто-то это сука пробил так никого нет хорошо хорошо что есть так по-моему надо так я сказал вот снял все отойди от меня ну или отойду так 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 и пройти дайте мне пожалуйста болен зашиб но что-то нихрена не помогаешь сволочь такая видите как разделились на две части и и все и все где-то там шляется вот босс его надо убить в первую очередь а потом всех остальных мне теперь остается только смотреть сдалека как это происходит ладно ну он кого-то оживил то есть есть возможность вдвоем они втроем но тоже стратегия отвлек этого тролля они там пробились к своим но смотрите как красиво пошло но еще сдохну в любом случае вряд ли они будут за мной возвращаться да ребята 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 сейчас я сдохну утонул а вот книжечку вы забыли ребята забыли книжечку ой это жесть вот это за зал это что-то из приз из разряда призыв распада потому что со всех сторон нападает и при этом нужно поставить головы горгулием за короткое время то есть есть из-за того что мало кто играет в эту карту собственно трудно приучиться тому что нужно делать вы еще чуть-чуть че mistakes так так я так понимаю что блин какой плавно ребята мы идем куда нибудь давайте это сам без тык 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 она пошла сюда черт бля хомуха я ненавижу этих берсерков они пробивают любую защиту и ты не понимаешь как с ними бороться на самом деле ну надо как-то ой блин бесит ладно спасибо что это блин я не понимаю то ли у меня пин какой-то высокий то ли еще что на меня пробивает просто по страшному черт побери какая херня да вот вот в чем проблема они со всех сторон спавнится маленькое расстояние и ты вот с одной стороны со второй стороны вот этим карта вот этот конкретно вот этот кусочек очень сильно выматывает большинство компаний более адекватные условия эти оставят поэтому интерес какой-то пинг я же не вижу ни хрена играть не показываешь чтобы тебя не расстраивать вроде бы все нормально а вроде бы черт его знает так и чем поставили же все или нет мне кажется поставлены надо прикрывать спиной тылы все что угодно и и и и и и и и и Черт блин что за треш Что происходит О кто то перепутал Перекрутил эти Настройки спауна Твари Бляху Опять они Уф блин Жестянка Вытащили просто друг друга за волосы Тайминги это наше все Чуть не правильно тайминги и все И тебя сбили Убили Покоцали Ранили И этими маленькими крысами Тебя закололи просто В никуда В дальнем бою 30 штук Блин а мне 1000 нужно Настрелять Ну как то так Давайте уже обратно пойдем Вот что мне не нравится В менюшке Здесь это то что Пока все не кликнут И пока Таймер не пройдет Тебя не вернут обратно Ну в общем я хочу сказать Такая вот игра Перед тем как мы Уйдем Давайте посмотрим Что за задание Мы сегодня Выполнили Убейте монстра группы Да блин Мы его так убивали Этот тролль Оттроллил он у нас по полной Так Ну вот Все синие вещички Которые только 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 На слом Видите Характеристики Характеристики Характеристика Две Какая фигня Утилизация Так Что можно под конец сказать В общем Это замечательная игра Она сохранила От Первой части Она собственно От лофточа Необходимость Кооперации Необходимость Игры вместе Как вы видели Если вы не играете вместе Если вы друг друга Не прикрываете Не ставите блок Не следите Кто где находится И потом Не спасаете друг друга То очень тяжко приходится Она Приумножила Количество Снаряжения Вариации того Как ты можешь Биться С каким Оружием Добавила Какие-то Специфические Функции А-ля Вот эти Специфические Фишечки А-ля Выбор Того Стиля Который тебе Больше нравится На каждую профессию Вот такая вот Матрица Имеется Из которой Ты можешь Выбирать И При этом Здесь есть Отличнейшая Атмосфера Вот этого End of Times Вархаммеровского Отличные Диалоги Между персонажами И Постоянное Какое-то Движение То есть Игра до сих пор развивается Это еще не мертвый Проект И Она не будет Мертвым До Верментида Третьего А он будет В любом случае Потому что Как вы видели По Онлайну Оно До сих пор Востребовано Так что Так что Присоединяйтесь К клубу И Будем Местить Силы Хаоса Вместе Всем Пока Спасибо за то Что были со мной И Увидимся снова Как-нибудь Да Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры